Один и пусть! Пошло! Символический запуск и вперед на восток. Первый состав с белорусским торфом взял курс на китайский Цзинань. 62 вагона, доверху набитые коричневым золотом, только капля в море. Потребность Поднебесной порядка 250 миллионов кубометров в год. Но мировой энергокризис не щадит никого. Отныне даже партия в полторы тысячи тонн уходит с молотка. Экспорт торфяной продукции за 8 месяцев этого года составил 154 тысячи тонн. Это 137% к уровню прошлого года. Растет карта поставок торфяной продукции. На сегодняшний день это порядка 20 стран. Мы до этого пробовали поставлять единичными небольшими партиями нашу продукцию, Китайскую Народную Республику. Но благодаря возможностям Великого Камня сегодня сформирован полноценный состав. Это 62 контейнера. И первая партия такая будет отправлена в Китай. Для нашей страны торф – гарант энергетической и валютной безопасности. Мы в тройке мировых лидеров по его добыче. Среди постоянных покупателей более 20 стран мира. Очередь за Китаем и его хабом в Беларуси – индустриальным парком «Великий Камень». Здесь готовы выстроить не просто логистические цепочки, но и процесс полной переработки и последующей поставки уже готовой продукции. Мы приняли решение, что нужно на основе традиционных направлений также развивать и новый вектор. После проведенных исследований ресурсных преимуществ в Беларуси был отобран торф как перспективное направление для сотрудничества с Китаем. Но и этим направлением мы не будем ограничиваться. Страны шанхайской организации сотрудничества – крайне перспективный рынок. На эту минуту уже сформирован следующий торфяной вояж. 50 контейнеров готовятся к отправке на станции Калядичи. Беспрецедентная степень доверия – заслуга давней дружбы лидеров Беларуси и Китая. О скорости денежных операций между нашими странами можно только позавидовать. Всё благодаря своевременному переходу на расчёт в юанях. Такой финансовый пируэт стал толчком для развития целого пакета двухсторонних проектов – от сельского хозяйства до медицины. Их, кстати, и обсудили на недавнем саммите ШОС в Самарканде Александр Лукашенко и Си Цзиньпинь. Вчастие Беларусь в ШОС взаимовыграно и для Беларусь, и для ШОС. А для Беларусь может не только заявить о себе через ШОС и повысить своё международное влияние, но и восстановить более тесные дипломатические связи со странами ШОС. 30 лет дипотношений Беларуси и Китая можно увидеть в конкретных производствах и проектах, аналогов которых просто нет в мире. Несмотря на абсолютно разную ментальность, подходы к работе оказались весьма похожими. Поэтому такие успехи стратегических партнёров не могут не радовать и не отражаться на росте совместного благосостояния.